Братья и сестры, я хочу прославить Бога, хочу рассказать о своем исцелении. Я была молодой христианкой, и меня Бог исцелял моментально. Моментально. Где бы я ни находилась, поезды, дома, меня Бог исцелял моментально. Но вдруг, в принципе, время, когда у меня исцеление, все-таки уже скоро 70, стало все побалливать, все. И меня Бог перестал исцелять, как я хотела. Моментально. Я болела, у меня был радикулит, дискогенность, 30 лет. В 30 лет у меня все время выпадал и выпадал диск. И до 45 лет диск этот выпадал, мне вставляли периодически. И опять выпадал, и опять вставляли. Я по два месяца была на водичной койке. И хотя бы, ну, в те времена советские еще с работы не выгоняли, больничку платили. И я была по два-три месяца на больничку. И вот с 40-ки до 60, можно сказать, и можно позже, диск как-то стал в такое место. И спина уже приучилась, и у меня стало меньше. Ну, побалит, побалит, уколы сделаю. И опять прошло. Ну вот, два года назад я поехала на дачу. И у меня подняло 20-30 килограммов, 12 в одной руке, 12 в другой руке. И у меня так нестячил диск и перевернулся. Что я вообще сразу ступить не могла. Я долго лечилась и в больнице лежала. И все, мне сделали ремьер. И сказали, что на основании того, что у меня диск был раньше, у меня начался когта от рот правого беда. Второй степени уже был. Когта от рот. В общем, это боль была, конечно, невыносимая. Я ни день, ни ночь. В общем, мне выпили лекарства очень дорогие, два очень-очень дорогие. И сказали, ну, вот будете, когда совсем любить не в моготу. Ну, не в моготу было у меня все время. И постоянно ноги я не чувствовала. Но я человек терпеливый, я никому не жаловалась, терпела все это. И думаю, ну, все. И, в общем, мы стали молиться за это исцеление. И вот, один раз мы помолились, у меня все исцелилось. Я приехала домой. Я ехала счастливая, вы не представляете. У меня ничего не болело. Я была счастливая. Я приехала домой. Прошло два дня. У меня опять что-то возрастилось. Я говорю, что это? Почему? Боже, ты исцеляешь его? Почему такое случается? Опять прошло время. Прошло время. Мы опять на лимбусском помолились. Опять не исцелилась. Было уже неделю. Хорошо мне. Неделю прошло хорошо. Но вот возрастилась. Болеесть. И я лежала, мне Савелья нахвалила. Вы ее не удерживаете. Держи. Я говорю, ну, как это так? Ну, я тебе верю. Я что? Я верю. Что исцелилась? Ну, как ее держать? В общем, это было, наверное, два месяца ну так. Мы прийтили опять на лимбусское и молились опять же за мое исцеление. И я почувствовала, опять же, почувствовала, что я селилась. Во-первых, я почувствовала, что у меня выросла нога. Вы этого не представляете. У меня выросла, я чувствовала, как у меня растет нога. И я прошла домой. Я только села в автобус. Я сказала, что Бог меня исцелил. Я была там уверена. Но я села в автобус, у меня боль опять саялась. Но перед этим я Богомолилась и просила Бога. Господь, почему так происходит? Почему? Я не исцеляюсь. Я уже столько лет хожу в церковь. Я уже 15 лет как попустилась. В церковь хожу еще больше. И почему не происходит исцеление? Вы знаете, я молилась молитвой и авиаса. Поэтому мой чекло, вторая глава. Там Бог говорит, распространю мои пределы. Я там молитву и авиаса всю молилась и обвела. Господь, а что такое распространение пределы? Так что нет. И Бог мне стал распространять мои пределы. То есть у меня долгого откровения. Откровения эти были чудесные. Я вдруг услышала, как Бог говорит в Чистосаре, 55 главу. А Слово мое совершает то, для чего я его послала. Слово мое. И все говорит, что Слово мое живо-единственное. И я стала задумываться. Да, Слово его живо-единственное. Значит, все, что он говорит, правильно. Просто я что-то делаю не так. Просто у меня что-то получается не так. Бог меня исцеляет. Но я делаю что-то не так. И вот последний момент, когда я открыл Слово, что такое вера. Вера – это уверенность в невидимом. И осуществление осознаемого. Уверенность невидимым. Уверенность – это убежденность. Мы должны быть убеждены в этом невидимом. То, что еще Бог не открыл. Но это уверенность невидима. И вот я стала стоять на этом стиле. Уверенность невидима. Я сказала, Господь, я знаю, что ты не исцелил. Боль не проходила. Это. Я каждый день расставала. Ночью поворачивалась, болит. Я, Господь, не могу, что болит. Но боль не проходила. Но я говорила, Господь, я уверен в невидимом. И я жду осуществления, ожидаемых. Я жду этого. И то, вы думаете, сколько это продлевалось. Это продлевалось очень долго. Но я была уверена, что Господь и силит. Я просто хочу вас только видеть, что если у кого-то есть болезни, верьте, что вы получите это. Получите. И вот одно утро. Никаких некарств я не принимала. Ничего я не делала. Врачу не разила. Ничего. И вот одно утро я проснулась, сказала, что я не могу. Где-то ты не проверила. Я повернула туда-туда. Я, по-моему, встала. В ногах. У меня раньше я могла вообще ничего сделать. Встала. В ногах, чувствительно, села. Села за компьютер. Села, не болит. А то я сидеть вообще не могла. Я сидела, у меня как бы пересек... Ну, нет, там, переплатывала. И я не могла стоить. Встала. У меня вообще ничего не болит. Господи, я благодарила Бога. Я не хотела себе действовать еще, потому что, думаю, пусть пройдет все время, а вдруг опять кое-какеренде я верила. Я думаю, ума ли все, не буду сидеть. Господи, да, помощь, пусть, не знаю, точно. Да, и вот до сих пор у меня есть два голову, конечно, есть. Есть на Пасхе, у меня утром сказали, что Бог будет столько, типа, ну, у меня, я вспомнила, что это было сатана, пошел вон, Бог меня исцелил, действуем, я повторюсь. Вот, я хочу просто укальпить вас в вере, чтобы вы знали, что Бог наш, живой Бог, и исцеляющий Бог. Бога нужно. Он не трогавает. У нас еще один мальчик случайный такой. У меня, Бог меня исцелил очень за моему сатана, где врачи сказали, что это было мою сатана или два суток. А врачи сказали, ну что, может быть, вы с возрасте, у вас уже, это было где-то, вот, так вот, так вот, это пистачка. Все, зато в возрасте это, сатана, у меня уже мало сатана, все у всех оттуда, это ничего не целяется. Но Бог меня исцелил, как исцелитель. И вдруг... Вы думаете, что я... Вот, я сказала, что детям, пока исцелилась, ну, как бы, в новом прошлом времени, если все... Я почувствовала парень у вас. И мне осталось, что парень суток, что, почему, все за меня исцелили? Что? Такого не может быть. Ну, что, расскажите, ну, почему, почему так случилось у меня? Я думаю, что не может это звучать. И что вы думаете, Бог мне отлично? И Бог у нас в сердце отвечает, смотрите. Бог мне отлично. И мне от сердца прямо. Я забыла, ну, можно, чтобы он сказал, что это не пал. И я вспомнила, как я упала, и не давила руки. Скажите, что это был мир Христа. Бог всегда исцеляется с тобой, что он знает. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok